Лина Алфеева Попаданка я и моя драконья семья Пролог Великолепное платье Под стать своей сияющей хозяйке Комплимент, прозвучавший в тишине пустого кабинета Заставил меня оглянуться Вдруг где-то затаилась еще одна девица в вечернем прикиде А я ее не заметила Но нет, я была одна А мужчина, нарушивший мое уединение Продолжал торчать на пороге Вот что за невезуха Помню же, что дверь запирала Впрочем, личным кабинет бухгалтерии не был А я, начинающий стажер Не знал и всех сотрудников фирмы У высокого брюнета могло быть такое же право находиться здесь Как и у меня Между тем, тип продолжал пялиться своими зелеными глазюками Осуждающий так пялится Словно не одобрял практически пустую бутылку мартини Стоящую на тумбочке рядом Знаете, невежливо вторащиться на девушку, когда она плачет или пьет Я демонстративно сделала глоток прямо из горлышка Да, пью, как и остальные коллеги в конференц-зале И пусть только попробует сказать что-то против Я же не виновата, что начальство сэкономило и устроило корпоратив прямо в офисе Внезапно мужчина расплылся в доброжелательной улыбке Прошу прощения, где мои манеры? В долю секунды он оказался рядом Я рассчитывала, что мне предложат платок Но мужчина обошел кресло и накрыл мои плечи ладонями Что вы себе позволяете? Рывком попыталась встать со стула Но меня удержали на месте Губы незнакомца уткнулись в мою макушку Не бойся, Ариана Я не сделаю тебе ничего плохого Не для этого я проделал такой далекий путь От незнакомца исходило странное, успокаивающее тепло На долю секунды оно показалось мне знакомым Точно я присела отдохнуть у родного очага Голос у мужчины был мягкий, певучий Словно меня и в самом деле хотели успокоить Нет уж Второй раз я на сладкие речи не куплюсь Крепко зажмурившись Выпрямилась в кресле и... О чудо! Руки от меня убрали Еще бы и их владелец свалил в свое неведомое и далекое, но нет Он продолжал торчать позади, чем чертовски меня нервировал Вы из управляющей компании? Спросила я, только чтобы нарушить гнетущее молчание Не угадала И не плачь, пожалуйста В конечном счете все сложится просто замечательно Почти ласково прошептал он А вот это вряд ли Горько усмехнулась я Разбитое сердце не склеить К Владимиру меня потянулось первого дня Столкнувшись с ним в коридоре Я за пять минут выложила не только в каком отделе стажируюсь Но и разболтала, что живу одна Учусь на четвертом курсе И мечтаю работать в крупной компании Владимир отнесся к моей восторженности с пониманием Умный, обаятельный Он с легкостью вызывал меня на откровенный разговор Впервые я почувствовала себя Интересным собеседником И буквально парила над землей В ожидании нового рабочего дня Дура Иллюзия идеального мужчины рухнула Когда в разгар вечеринки Меня затащили в пустой кабинет И предложили съехаться Владимир великодушно собирался взять аренду квартиры на себя Вот только жить со мной постоянно Он не мог Потому что был женат Я крепко зажмурилась Стараясь прогнать нежеланные воспоминания А ведь это для Владимира я так разоделась Ослепительно-серебряное платье было слишком смелым И облегало фигуру словно перчатка Это был знак того, что я готова к серьезным отношениям Вот и дождалась на свою голову Доверься своему сердцу Оно готово к переменам Вкратчивый шепоток незнакомца смахивал на тонкое издевательство Прекратите! Я вскочила на ноги И в этот раз меня не стали удерживать Лицо мужчины сделалось печальным Словно он действительно мне сочувствовал Что стало с девчонкой, слышавшей зов неба? Куда подевалась малышка, верящая в чудеса и драконов? Осведомленность незнакомца была жутковатой Но выпитый мартини притупил страх А вот чувство справедливости, наоборот, обострилось Она повзрослела и осознала, что последние крылатые ящеры вымерли задолго до ее рождения Припечатала я и горько добавила В этой жизни надо твердо стоять на ногах Это нормально Нет, Ариана Нет ничего нормального в том, чтобы заточить себя в клетку С меня хватит Я вызываю охрану Я потянулась к телефону, но мужчина оказался быстрее И первый схватил трубку Подскажи, как зовут ту милую даму на ресепшене? Ваш несгибаемый оплот обороны Ирина Витальевна Прошептала я, окончательно перестав понимать происходящее Тем временем мужчина вопросительно посмотрел на меня Я знаю, что должен нажать какую-то комбинацию цифр Определенно не местный Уже хорошо Меньше вероятность, что разболтает о моем состоянии Спивающийся на корпоративе практикантка, чем не офисные сплетни А если узнают, что пила я в одиночку Хоть на работу не выходи Я набрала внутренний номер ресепшена Ирина Витальевна Сожалею, но вынужден сообщить, что Арина Волошина погибла Да Правда Это не шутка Я точно наяву увидела Как его собеседница стремительно трезвеет Да что там она Я и сама Внезапно до меня дошло, что я одна В пустой комнате Рядом с незнакомцем Который только что сообщил секретарю о моей смерти Как это произошло? Перешла дорогу тому, кому не положено Что? Ах да Там, где не положено А дальше высокая скорость Крутой вираж Да Вашу Арину Волошину сбила повозка То есть автомобиль Вы не возражаете, если завтра к вам на работу Заглянет человечек Для организации тризны У вас так не принято? Жаль Я думал, так везде делают Тогда ладно Всего хорошего Телефонная трубка вернулась на приборную панель Мужчина сцепил пальцы в замок И от души потянулся Он выглядел как разомлевший змей Чрезвычайно гордый содеянным И явно предвкушающий мою реакцию Что это было? Прошипела я Разве ты не слышала? Я только что сообщила о твоей кончине И собирались провести панихиду прямо в офисе? Интересно Мой труп вы бы тоже предъявили? Его иллюзию Поправил мужчина и нахмурился Не иначе, как оценивал саму возможность Нет Слишком хлопотно Так мы идем? Мне протянули крупную ладонь с длинными пальцами Не рука, а лапища какая-то Я резко отшатнулась и начала медленно, но верно продвигаться к выходу Вот так Спокойнее Шажок Еще шажок Главное не забывать улыбаться Говорят, психов это успокаивает Елки зеленые Только бы добраться до коридора Арина У нас мало времени Для тебя же будет лучше, если ты окажешься на месте до начала обряда Я даже не буду спрашивать, какого Пробормотала я и быстро схватила бутылку из-под мартини Удар о столешницу И у меня в руках осталось лишь горлышко Сама бутылка упала на пол Заливая линолеум остатками вермута Мне шутливо погрозили пальцем Так вот ты какая выросла А была таким милым яйцом Выяснять все ли кукушки у этого психа дома Или же давно сбежали от шизанутого хозяина Я не собиралась А поэтому рванула к выходу К несказанной радости догонять меня не стали Вместо этого вслед прилетела недоуменная И стоило так усложнять После этого пол подо мной провалился И я начала падать Субтитры сделал DimaTorzok